Очки смешанной реальности Magic Leap 2 поступят в продажу уже в сентябре. В Швейцарии запустили гигантскую водяную батарею. Сигвей готовится к выпуску новой серии премиальных электросамокатов. И напоследок мы расскажем про водяного монстра на базе сразу двух гидроциклов. Эти и другие темы прямо сейчас. Меня зовут Андрей, вы на канале Instarding Новости. Досматривайте это видео до конца. Я желаю вам приятного просмотра. Поехали! Очки смешанной реальности Magic Leap 2 поступят в продажу 30 сентября. Их стоимость будет начинаться с 3299 долларов. Новинка является более компактным, легким и в то же время более дорогим наследником оригинальной версии Magic Leap, выпущенной еще в 2018 году. Очки будут предлагаться в трех комплектациях. Разница между ними в основном будет заключаться в поддержке программного обеспечения и позиционирования для той или иной сферы. Базовая версия Magic Leap 2 стоимостью 3299 долларов будет включать в себя сами очки и нужное оборудование. Более продвинутая версия предложит различные программные инструменты для разработки софта, а также ранний доступ к новому ПО. Однако данная версия не будет предназначена для коммерческого использования. Самый дорогой набор Enterprise, стоимость которого составит 5000 долларов, предложит ежеквартальное обновление программного обеспечения и инструментов для более эффективной интеграции Magic Leap 2 в коммерческих организациях. В комплект каждой версии входят очки, мини-компьютер, от которого они работают, а также простой контроллер в виде пульта дистанционного управления. Многообразие увлечений Илона Маска не дает покоя многим последователям, и основатель китайской компании X-Peng считает, что перспективы есть в производстве не только электромобилей с высокой степенью автоматизации, но и роботов, а также летательных аппаратов. Роботехническая компания X-Peng Robotics недавно привлекла на свое развитие 100 миллионов долларов. Компания отметилась в новостном архиве только демонстрацией эскизов роботизированного единорога, с которым будет приятно взаимодействовать детям. Собранные 100 миллионов долларов явно помогут X-Peng Robotics в подготовке к массовому производству роботов бытового назначения. Компания NAND De Drenz запустила в швейцарском кантоне Вале накопитель энергии на водяной основе. Его строительство заняло 14 лет и обошлось в 2 миллиарда евро, потому что рабочим пришлось проложить в горах 17 километров водопровода. Емкость этого гигантского сооружения оценивается в 20 миллионов киловатт-часов, чего по примерным расчетам должно хватить для стабилизации энергосистемы всей Швейцарии. Конструктивно батарея состоит из двух больших водохранилищ под названиями Emerson и Старый Emerson. Они расположены так, что перепад высоты между ними достигает 700 метров. Это позволяет воде при движении из верхнего водоема в нижний разгоняться за счет земного притяжения. Движущаяся вода вращает валы генераторов, и они вырабатывают электричество. Здесь установлены 6 турбин, которые могут выработать 900 мегаватт электроэнергии. На то, чтобы полностью опустошить верхний водоем, потребуется не менее 20 часов. Но воду планируют спускать понемногу, чтобы компенсировать дефицит энергии в сети. А когда ее избыток, насосы закачивают воду обратно наверх, и процесс повторяется. Сигвей начала сбор средств для производства электросамокатов на краундфандинговой площадке. Это необходимо для выпуска премиум-версии электросамокатов P65 и P100S. Модели P-серии впервые были анонсированы еще в марте, одновременно с вариантами GT. Сигвей P65 весит 26,3 кг. Модель оснащена 500-ваттным двигателем, позволяющим развивать скорость до 40 км в час. Также имеются три режима переключения питания, а до 24 км в час модель способна разгоняться за 3,8 секунды. Емкость аккумулятора 561 Вт-часов. Ее хватит примерно на 65 км. Сигвей P100S представляет более мощную модель. Ее вес достигает 33 кг. Электросамокат оснащается двигателем на 650 Вт. До 24 км в час он разгоняется за 2,8 секунды. Максимальная скорость 48 км в час. Аккумулятор на 1 кВт-часов хватит на 100 км. А время полной зарядки займет 7 часов. Обе модели всепогодные и обеспечивают класс защиты от влаги IPX5 для корпуса и IPX7 для аккумуляторного отсека. Активировать самокаты можно с помощью NFC-ключей, введя пароль или воспользовавшись приложением на сопряженном с помощью Bluetooth в смартфоне. По имеющимся данным электросамокаты уже поступили в производство, но пока распространяются только через Kickstarter, где модель P65 стоит 1199 долларов, а P100S стоит 1599 долларов. Поставки покупателям ожидаются с октября. Идея создания водного внедорожника должна была появиться именно в жаркой Флориде. И она появилась с подачи инженеров Shadow 6. Эта игрушка, представляющая собой кузов UTV, установлены на пару гидроциклов. Внутри него могут разместиться до трех человек. Кузов оригинальный за исключением боковых панелей, повзаимствованных у Polaris RZR. Он опирается амортизаторами на композитные корпуса гидроциклов. На первый взгляд, конструкция выглядит странной и неуклюжей. На деле же это именно то, что требуется для впечатляющих водных забав. Внутри каждого гидроцикла установлен двигатель Yamaha GP1800R с рабочим объемом 1,8 литра и мощностью 250 лошадиных сил. Это базовая конфигурация, которая по желанию клиента может быть заменена еще более мощной. В результате скорость Type-Hun достигает фантастических для передвижения по воде 130 км в час. Примененные в конструкции Type-Hun подходы и решения допускают стремительное ускорение, резкие повороты и даже прыжки над водой. Работа подвески доведена до совершенства. В момент опускания на воду она отрабатывает так, что люди внутри не чувствуют дискомфорта. Кроме того, инженеры позаботились и об управляемости водного внедорожника. Оценивая Type-Hun можно найти у него только один недостаток. Это цена, которая составляет 250 тысяч долларов за минимальную конфигурацию. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Обязательно поставьте ему мощный лайк, подпишитесь на этот канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео. Обязательно пишите комментарии внизу и делитесь этим каналом с друзьями. Еще больше полезной информации вы найдете на наших ресурсах. Ссылки я оставлю в описании. На этом я с вами прощаюсь, с вами был Андрей, канал Инстардинг Новости. Не переключайтесь, до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok